Музыка У японцев есть такой прекрасный обычай Весной обязательно полюбоваться цветением сакуры В наших широтах такой сакурой является сирень Цветет она очень мало, неделю, две И как мне кажется, в это время надо оставить даже все самые неотложные дела И приехать в сиреневый сад, чтобы полюбоваться сиренью КОНЕЦ Мы находимся в удивительном месте Это сиренгария ботанического сада МГУ Это место находится, ну я бы сказала, даже практически в центре Москвы Но оно совершенно волшебное, особенно в эти 10 дней, когда здесь цветет сирень Об этих сортах сирени, а здесь собраны лучшие, наверное, сорта отечественной и зарубежной селекции Нам расскажет Екатерина Романова Научный сотрудник ботанического сада МГУ Человек, который вот каждый день с этой красотой сталкивается, как мне кажется, сейчас, да? Да Екатерина, а вот с каким настроением вы заходите в это место, когда даже по работе? Запах сирени вообще повышает настроение Поэтому даже наши экскурсоводы признаются, что экскурсии по сирене утомляют гораздо меньше, чем остальные экскурсии Несмотря на то, что расположена коллекция на ярком солнце Поэтому работать приходится в жарких условиях Екатерина, расскажите нам немного о самой коллекции Насколько я знаю, что это все-таки одна из лучших коллекций в Москве, если не лучшая Что здесь собрано? И коллекция, я просто тоже хочу заметить, собранная очень тщательно и с большой любовью, и это видно Вот какие сорта здесь собраны? Ну, самая гордость нашей коллекции, это около 30 сортов Леонида Алексеевича Колесникова Это самое большое собрание в Москве И в последние годы мы начали работу по выполнению ее, отсутствующими в нем сортами селекционера И со временем мы надеемся иметь полное собрание сохранившихся, дошедших до наших дней, сортов Колесников К сожалению, это только пятая часть всех его сортов Из 300 выведенных сохранилось около 60 Создана наша коллекция была 40 лет назад В этом году мы отвечаем как раз памятную дату В 1974 году началась работа И инициатором и исполнителем всех работ был Владимир Давыдович Миранович Он был не профессиональным ботаником, садоводом, не был сотрудником сада Он всю жизнь проработал на заводе химволокна В Сербахове был экономистом А вот, выйдя на пенсию, он переехал в район Ленинских гор, в Москву И обратился к руководству сада, к нынешнему директору Владимиру Сергеевичу Новикову С предложением создать здесь коллекцию сирени До этого в саду росла, конечно, сирень Но это все были рассеянные по разным местам сада, кусты Они со временем вытянулись, потеряли уже свои декоративные качества Поэтому как база для научной работы сиренью Требовалось создание такой коллекции в одном месте Собрать наиболее интересные сорта Вот эту работу и выполнил Владимир Давыдович Действительно, каждый сорт он подбирал сам Он же предложил оригинальное размещение Растет наша сирень двумя рядами По длинным сторонам розария На одной стороне высажены отечественные, на другой иностранные сорта По принципу можно их между собой сравнивать Располагаются сорта тоже не в беспорядке А по принципу смены колористической гаммы Начиная от самых темных через розовые, лиловые, голубые до белых сиреней Это классификация окраски сортов сирени, предложенная отечественным сельсионерам Веховым Если говорить об этих сортах, около которых мы сейчас стоим Вот скажите несколько слов Вот видно же, какие они все разные Да, здесь мы встречаемся с самим Леонидом Алексеевичем Колесниковым Это сорт, который он сам назвал в свою честь Леонид Колесников Видите, он очень характерный Цветки мелкие, очень такой характерной окраски Рядом сорт, названный им в честь своей супруги, помощницы Олимпиады Колесникова Розовый, да? Да, интересно, что он с разницей больше чем в 10 лет посвятил себе сорт и супруге То есть, значит, выбирал, подходил как бы осознанно Не просто там надо только сделать подарок и посвятить сирене А вот именно только получив определенные признаки Вот это розовое сирене У нее лепестки венчика махрового направлены в разные стороны Поэтому такой придается задорный, растрепанный вид Ну, а рядом один из темных сортов Колесникова, который он вообще известен Эта сорт называется Индия Такой яркий, что-то даже пряное в нем такое чувствуется Настоящая Индия Екатерина, я вот сразу слышу эти названия Они мне известны из книг Я видела в журналах, я видела фотографии Но, честно говоря, наяву вижу их первый раз Это наша гордость ведь Это наши... Да, сортатические сирени Это наша национальная гордость Да, это действительно так Когда в 70-е годы XX века главная ботаническая академия наук Начала обмен черенками, саженцами с ведущими ботаническими садами Европы, Америки То мир заговорил о русской сирене Так же, как русская балет, существует понятие и русская сирень Что многие русские сорта, они уникальны, они узнаваемы У них есть изюминка Так что, действительно, можно сказать, что это то, чем мы можем гордиться Дальше? Да Вот, какие необычные цветы Это вот какой сорт? Этот сорт называется капитан Гастелло Это одна из уникальных колесниковских сиреней Вот, посмотрите внимательно Простые цветки и лопы, лепестки закручены, как лопасти пропеллера самолета Вот два таких сорта у Колесникова И оба он назвал в честь героев войны, в честь известных летчиков В честь Николая Гастелло вот этот сорт И Алексей Морисин, ну, эти имена говорят сами за себя Ну да, да, да А это тоже вот Этот сорт называется Необычный, то есть они как бы кисти здесь очень, вот эти необычные Да, форма соцветия действительно необычная Этот сорт интересен еще тем, что он был доведен до цветения, отобран, зарегистрирован уже в нашем серенгаре здесь в 1986 году А за 20 лет до этого, в 60-е годы, Миронович получил от Колесников подарок перспективной сеянцы То есть то, что Колесников считал, когда-то могут дать интересные сорта И вот пять из них были зарегистрированы действительно под двойными именами То есть Колесников Миронович Вот этот сорт называется Дочь Тамара Владимир Давыдович восстановил историческую справедливость Поскольку сорт, который сам Колесников назвал в честь своей дочери, был утерян Он тоже был розовый, но махровый И вот это он же, да? Да, это очень большой куст, видите, вот он за нами Екатерина, а расскажите нам о Колесникове Вот, насколько я знаю, это отдельное, может быть, отдельного сюжета заслуживает сама его судьба и сама биография этого человека Вот правда ли, я читала в интернете, есть такой миф, что он был водителем Ужукова во время войны Нет, я думаю, что это неправда Он мобилизовался с фронта уже в середине войны, в 1942 году Поэтому я думаю, что вряд ли, может быть, в какой-то момент, ну, по крайней мере, не личным водителем Может быть, судьба его и забросила в какой-то момент В какие-то общие поездки с Жуковым Но так вот официально не было Он действительно работал водителем, был начальником автоколонны даже Он был из очень состоятельной семьи Закончил кадетский корпус, коммерческий институт Что ее семья была не просто состоятельная, а очень с глубокими корнями Вспоминали Колесниковых как очень отзывчивых людей Мать его владела шейными мастерскими, очень заботилась о своих работниках И тот дом в районе нынешнего метро «Сокол», где, собственно, он, вокруг которого он выращивал сирень Это была семейная дача, которую его отец купил еще в начале века В конце даже еще прошлого, XIX века После революции семья потеряла остальное свое имущество И квартиру в Москве И вот остался только этот дачный дом Где, собственно, он и прожил всю свою жизнь, Леонид Алексеевич Сирене принадлежали только раннее утро и время после возвращения с работы Это любовь Это любовь, да Занимался ей исключительно в свободное от работы время Весной, период цветения сада Для Леонида Алексеевича наступает страдная пора Пора экспериментальных работ В трудах Мичурина ничего не говорится о сирене С упорством неутомимого естества испытателя Колесников применяет основные принципы мичуринского учения и к этой культуре Начинается работа по выведению давно задуманного сорта С материнского цветка удаляются тычинки А пыльца с отцовского цветка Переносится на материнской На семенной соцветии одевается марлевый мешочек Чтобы избежать случайного опыления Проходит лед К осени созревают семена Из них при направленном воспитании и заботливом уходе Будет выращена сирень Соединяющая в себе лучшее качество Попои родительских сортов Я читала его книгу Он там писал, что у него росло в саду 500, по-моему, саженцев 500 кустов и 300 сортов Введением которых он занимался Он не мог посчитать, сколько Он вел записи, но не регистрировал аккуратно каждый сорт Который у него просто не было на это времени Не было возможности К счастью, его архив сохранился Частично благодаря работе Татьяны Владимировны Поляковой Это вице-президент Международного общества сиреней По России и Восточной Европе Она нашла его родственников Общалась с ними И чудом были спасены несколько тетрадей Книги отзывов в том числе А из которых мы можем узнать, как выглядел сад Колесникова Потому что, конечно, несмотря на то, что труды его были оценены Он получил сталинскую премию за введение сортов сирени Публиковали его книгу, многочисленные статьи Но градостроительство превыше красоты Поэтому, когда на месте его сада были запланированы живые дома Он был вырублен Частично переведен в новое место Но выделенное место Колошинский питомник Это вот где сиреневый сад Сейчас располагается Был совершенно непригодно Ему пришлось самому проделать огромную работу Просто по подготовке к посадке сиреней Это, конечно, очень подорвало его силы Он умер от инфаркта Будучи, в общем, так сильно обижен И забыт Ну да, дело всей жизни К сожалению, да К сожалению, я считаю, что мы должны восстановить историческую справедливость Собственно, она уже восстановлена Что и сейчас его имя, наверное, больше известно, чем в те годы Когда... Но сейчас, мне кажется, ситуация обратная Я общаюсь с садоводами Я знаю, что среди садоводов очень много желающих Именно колесниковские сорта Найти, посадить в своем саду и выращивать Я только знаю, что сейчас, наоборот, не хватает таких сортов Что вот эти редкие сорта Садоводы покупают любыми путями Причем часто завозят из-за границы Розыскими названиями Да, именно, иногда приходится вести целый международный розыск Сортов колесникова Даже из Австралии, Тасмании Люди присылают черенки сортов, попавших туда случайно А сколько еще сортов остаются просто необнаруженными В чем-то саду может расти какой-то редкий сорт Который в свое время бабушка, дедушка получили Да, из сада колесников Потому что он очень щедро делился своим посадочным материалом Сохранились расписки, где он передавал И в дома пионеров, и в станции ЮНАТОВ И просто для... И не только в Москве, но и посылались в разные города России Екатерина, дальше, может быть, посмотрим, да? Да, давайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, вот, а это, куда мы пришли? Это замечательный сорт с таким трогающим душу названием Это мечта Очень крупные соцветия многовершинные, смотрите, как такое А, вот, да Мороженый, да? Очень крупные цветки голубоватым оттенком И в основании лепестков вот такие вот белые метки Так что это замечательный сорт А рядом, кстати, растет надежда Надежда с махровыми цветками У нас не такое большое растение Но вот тоже очень красивый сорт Насколько я знаю, вот надежда У меня она есть, например, она мне попалась случайно Но насколько я знаю, когда я вот кому-то говорю, что у меня есть Все удивляются, потому что это тоже редкий какой-то сорт Который... Ну, сейчас трудно сказать В общем-то, многие сорта становятся доступны Надежда можно встретить в продаже Даже вот известно привозят надежду Но надежда относится к голубым сортам, да? Да, да, та же, как и мечта, голубым, да А какие вообще, какая вот цветовая гамма у сирени? Как такие бывают? Ну, существует две классификации Вот мы видели уже розовые, да? Да, одна предложена Николаем Веховым А вторая Джоном Уистером Классификация Уистера, она более дробная Там семь групп То есть темные сирени разделяются на фиолетовые, пурпурные и мажентовые Мажентовая окраска – это краснота вот синевой Дальше идут розовые, лиловые, голубые, ну и белые На самом деле, конечно, окраска сирени очень зависит от типа почвы От того, какая стоит погода во время цветения Да, то есть вот вы видите сейчас надежду В ней мечту, надежду, отчетливая голубизна Вот в начале самоцветения она не прослеживалась И вот при классификации учитывается тон только что распустившихся цветков Вот посмотрите здесь, вот как выглядит только что распустившийся цветок И вот цветок уже подсвеживший, видите? Да, так что окраска – это дело такое сложное Но, тем не менее, каждый культивар в международном реестре Име присвоена римская цифра, соответственно, одной из семи групп по Вистеру Каждую из них можно описать вот с помощью, отнести к той или иной группе Иногда с достаточной степенью условности А теперь пойдемте дальше, посмотрим, какие еще сорта у нас Да, с удовольствием Вот это какая-то сирень необычного цвета? Это очень необычная сирень, да, она относится к ранним сортам Поэтому она уже отцветает, но, тем не менее, смотрите, какой цвет Написывается обычно как молочный шоколад или какао с молоком Это не колесниковский сорт, он был выведен Николаем Ильичем Михайловым Который работал в главном ботаническом саду Сейчас он уже на пенсии, ну, в очень преклонном весьма возрасте В главном ботаническом саду была очень крупная коллекция Она была первой в СССР, очень много сортов было создано И шла собственная селекционная работа Поэтому сиренгарик там тоже очень интересный Но мулатка, она отличается, пожалуй, от всех имеющихся вообще сортов сирени Своей окраской и запахом Жалко, что невозможно его показать в передаче Но запах очень резкий и очень необычный Даже больше напоминает гиацинт или что-то, не сирень Ну, а сейчас давайте пойдем посмотрим другие уникальные сорта Музыка 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 Но говоря об уникальных сортах, надо, конечно, начать с вот этого. Эта сирень считается самой красивой сиренью на планете. Хотя этот сорт старый, в 1947 году он был Колесниковым, получен. Называется он «Красавица Москвы». Изначально Колесников назвал его «Красавица Москва», поскольку получен он был от скрещивания сорта «Бель де Нанси». «Нанси» – это город, где работала фирма «Лимуан», получившая много французских сортов сирени. И от скрещивания «Красавицы Бель де Нанси» с Иваном Мичуриным был получен этот сорт. Но со временем одна буква поменялась, поэтому получилось, что он посвящен москвичкам «Красавица Москвы». Один из вице-президентов Международного общества сирени, Колин Чепман, сказал, что если бы в раю росла сирень, то это была бы красавица Москвы. Поскольку она разбивает сердце каждому, кто видел ее в цвету. Ну а сейчас мы посмотрим еще один уникальный белый сорт, уже не нашей селекции. Сейчас пойдемте посмотрим. Такой прекрасный уголочек, как будто мы снимаем кино. Да, точно. Романтическое. Посмотрите, какая крупная сирень, да, как будто с другой планеты. Как будто взяли ветку сирени и увеличили ее несколько раз. Это голландский сорт, он называется «Флора». Посмотрите, какие крупные цветки, 4 сантиметра в диаметре. Это самый крупный белый сорт. Да, даже, пожалуй, среди всех сортов он самый крупный. Да, белые сирени есть в коллекции, так сказать, любого селекционера. Все стремились выводить как можно больше белых сортов, поскольку их можно сочетать с разными другими окрасками. Поэтому, как писал Джон Фиала, известный американский сиреневод, если сад большой, то в нем должно быть половина белых сиреней. Ну, а сейчас пройдем, посмотрим еще один голландский сорт, который тоже отличается таким необычным рубриком. Вот, посмотрите, интересный очень сорт. Каждый лепесток имеет по краю белую кайму. Было бы неправильно сказать, что это единственная белая камленная сирень, поскольку у Колесникова тоже есть такой сорт, но он очень мало распространен. Вот его можно назвать редким сорт Джамбу. Он был получен раньше, чем этот. Это сенсация голландская. И интересно, что Джамбу Колесникова – это плод скрещивания интуиции, селекционера. А сенсация появилась как мутация, пачковая мутация сорта Гуго де Фрис. Она позже Джамбула? Позже Джамбула. Колесников был первым. Да, полосочка там немножечко поуже и другая окраска. Но вот, тем не менее, здесь он был первым. Екатерина, спасибо вам огромное за эту экскурсию, за этот рассказ об этой удивительной коллекции, которую каждый может увидеть, если придет. На экскурсии, да. И записываем экскурсии. Да, приглашаем всех на экскурсию. Которые здесь проходят регулярно. Очень приятно, что мы заканчиваем таким эффектным, таким вот живописным, я бы сказала, ярким сортом. Да, спасибо вам. Сирень все любят еще и потому, что это не просто красивое растение, но еще и очень позитивное. Мало того, что от ее запаха прибавляется сил и улучшается настроение, с ней практически не связано никаких плохих примет и традиций. Зато связано очень хорошее. Если найти цветочек сирени, состоящий из пяти лепестков, а не из четырех, и съесть его, то твое желание исполнится. Я Ирина Белышева. Пишите нам. И в любое время года мы готовы поделиться ландшафтными хитростями и услышать историю вашего сада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова